Девушки отдыхают Что делает пирата лучшим? Лучший пират это тот, кто лучше всех прячет свои сокровища Мои сокровища никому не найти Вот моя карта сокровищ Но только я могу прочитать ее и понять ее Ха, даже ребенок справится Сокровища спрятаны рядом с деревом эльфов? Эээ, да Моя карта сокровищ гораздо лучше Ууу, выглядит запутанно Сокровища спрятаны глубоко под водой, но на видном месте Их охраняет русалка и золотое морское чудище с огромными зубами Ууу Ну, мне пора Нужно доделать парочку пиратских дел Ха-ха Рад был видеть тебя, капитан Сквид Я тоже, капитан Рыжая Борода О, смотрите Капитан Сквид забыл свою карту Бегите за ним и верните карту Нет, слишком поздно Он ушел Мы успеем догнать его! Капитан Сквид, подождите! Дайте карту мне, я долечу до него. Давайте не будем спешить. Знаете что, пусть карта побудет у меня, пока он не вернется. Вы хотите найти сокровище капитана Сквида? О, нет. Это против Кодекса чести пиратов. Кодекса чести? Конечно. Пират не может искать сокровища другого пирата. В любом случае, эта карта слишком трудная для рыжей бороды. Что? Да я во сне мог бы ее прочитать. Я докажу вам. А как же Кодекс чести? Да, дело в том, что у пиратов не так уж и много чести. Мы же пираты, как-никак. И я всего лишь хочу убедиться, что сокровища капитана Сквида надежно спрятаны. И все. Можно нам с вами? Ну, лишняя пара рук мне не помешает. Ура! Поднять паруса и полный вперед. Бен и Холли, подняться на мачту и смотреть в оба. Мы отправляемся на поиски сокровищ. Ага-ха-ха! Ага! Вам весело, ребята? Так точно, капитан! Славно! Веселье – это самое главное для эльфа-пирата. А мы – эльфы-пираты! Согласно карте, мы должны пройти дерево с огромным колесом. Что за глупости? У деревьев не бывает колес. Рыжая борода – это оно? Да, Холли, это оно! Это старая шина, на которой катаются дети большого народа. О, большой народ. Звучит немного опасно. Я не боюсь опасностей! Пираты смеются в лицо опасности! Хо-хо-хо! 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 Впереди земля! Здесь вода заканчивается. Дальше нас ждет суша. Нам придется идти пешком? Не бойтесь, моя прекрасная леди! У корабля есть колеса! Он может ехать по земле! Большая часть сокровищ спрятана на земле. В морях, кроме воды, ничего особо и нет. Смотрите, мы на большой детской площадке. А теперь мы ищем дворец гигантов. А вот и он! Но это школа Люси. Кто такая Люси? Люси – наша подруга. Она – большая девочка. Ты уверен, что сокровище будет спрятано в детской школе? Карта говорит, что сокровища находятся внутри. Как нам туда попасть? Дверь закрыта, а ручка очень высоко. И вы не хотите использовать магию. Это так! Мы, эльфы, обычно не любим использовать магию. Но когда речь идет о сокровищах… Хорошо. Абракадабра! Я думал, мы просто откроем дверь. Но летающий корабль гораздо лучше. Так, тихо. Большого народа не видно. Но скоро все их дети будут здесь. Нам нужно торопиться. Сокровища на этой карте отмечены знаком желудя. Класс желудей! Это класс Люси! Это нелепо. Как сокровища пирата могут быть спрятаны в школьной комнате? Что теперь, говорит карта? Карта? Мне не нужна карта! Когда сокровище рядом, я чую его! У нас пиратов нюх на сокровище. Вперед! Так, теперь мы все должны пройти по доске. Начнем с меня. У-у-у! У-у-у! Я-а-а! Это глупо. Как сокровище может быть здесь? Оно должно быть спрятано глубоко под водой. Вот вам вода! Но это просто аквариум. Помните, что сказал капитан Сквид? Сокровище охраняет русалка! Это маленькая фигурка. И золотое морское чудище. Это просто золотая рыбка. А вот и сокровище капитана Сквида. Спрятано на видном месте. Это пластиковая игрушка. В каждом аквариуме есть такая. Это не настоящее сокровище! Есть только один способ проверить. Мы должны нырнуть за ним. И кто же будет нырять? Удачи, моя прекрасная тыковка! Ах! Что я делаю на самом дне аквариума для рыбок? Тебе нужен сундук с сокровищами! Ох! Это просто пластиковая игрушка. Я не думаю, что он вообще открывается. Ох! Это настоящее сокровище! Ха-ха! Капитан Сквид думал, я никогда не найду его сокровище. Посмотреть бы на его лицо сейчас. Рыжая Борода, какая неожиданная встреча! О! Привет, капитан Сквид! Только я поднял паруса, как обнаружил, что моя карта сокровищ пропала. Да неужели? Тогда я вернулся. Я испугался, что кто-нибудь попытается украсть мои сокровища. Да-да, это было бы ужасно, если кто-нибудь попытался бы украсть твои сокровища. Сокровища у меня, мистер Рыжая Борода. Как же тебе не стыдно, гнусный предатель? Я могу объяснить. Вы посмотрите, он еще и улыбается при этом. Не сердитесь, капитан Сквид. Я нашла вашу карту на земле. Рыжая Борода волновался за ваши сокровища, и мы решили проверить, все ли в порядке. Да, все верно. Просто проверить. Это все меняет. Но признайте, это было хорошее место для клада, правда? Да, очень хорошее. Детский аквариум. Лучше места не придумать. Но теперь вы все знаете, где оно. Лучше я перепрячу. А теперь закройте глаза на минутку. Все, можете открывать. Куда вы спрятали сокровища? Куда-то далеко. Но это не может быть далеко. Вас не было всего секунду. Никто никогда не найдет их. Сокровище охраняет жуткое чудовище. Школа открылась! Так, дети, все, успокаиваемся. Люси, можешь покормить нашего пушистика? Да, мисс Куки. О, смотрите, что я нашла. Это сокровище пиратов из аквариума. Странно, как оно могло попасть сюда. Может, это пират спрятал его? Нужно положить это на место. Сокровище охраняет жуткое чудовище. Хомячок Пушистик. Вот так. Все на своих местах. Ничего, капитан Сквид. Все равно это самое лучшее место для сокровищ. Но теперь вы все знаете, где они. Мы никому не скажем. Клянетесь? Да, кодексом чести пиратов. Но, Рыжая Борода, вы сказали, что у пиратов нет чести. Да, да, спасибо, Холли. Поговорим об этом позже. А пока положите руку на сердце и скажите честью пирата. Честью пирата! Все на борт. Уходим, пока нас не заметили. Летающий корабль. Да, у всех лучших пиратов сейчас такие. Итак, дети, начнем с занятия. Не скуки, смотрите. Летающий пиратский корабль. Он сзади вас. Да, дети. А сейчас давайте успокоимся. Привет, Холли. Привет, Бен. Что вы тут делаете? Расскажем потом. Наш курс домой. Маленькое королевство ждет нас. Из нас вышла неплохая команда. Да, это было отличное приключение. А это самое главное для эльфов-пиратов. Веселье и приключения. Трудные времена. Продукты во дворе. Здравствуйте, мистер эльф. Чудный день. Бесспорно чудный. Привет, Холли. Привет, Бен. Входи. Как мило, что мистер эльф привозит продукты. Да. Где бы мы были без эльфов? Даже представить не могу. Удачи, мистер эльф. Что-нибудь еще? Нет. То есть, да. Я тут подумал, может, вы мне заплатите, а? Деньги? Да. Вы уже давненько мне не платили. Года три. Ох, да. И сколько мы вам должны? 492 золотых. Ого. Это много. Не волнуйся, Бен. Мы соберем деньги. Правда, няня? Но деньги на деревьях не растут. Нет? Нет. Они растут в волшебном сундуке. Ой, в нем только одна монетка. Больше нам и не надо. Я бросаю ее в волшебный сундук. Похоже на попкорн. Не поднимайте крышку раньше времени. Вон полы монет. Ух ты. Можно теперь я? Можно. Опустошаем сундук. Ну, Бен, брось монетку. У меня нет монетки. Они ведь все исчезли. О, без монетки денег не будет. Ммм, есть пуговица. Может, сработает. Он опять готовит попкорн. О, он полон пуговиц. Няня, а на них можно что-то купить? Мистер Эльф, можно мы заплатим вам пуговицами? Ээээ, нет. Волшебный сундук сломался? Да, ваше величество. Он делает только пуговицы. Чем мы заплатим мистеру Эльфу? Не волнуйся, Холли. Я все улажу. Эээ, мне очень неудобно. Оно так вышло, что у нас сейчас туго с деньгами. Не стоит беспокоиться, Ваше Величество. Право же, не стоит. Прошу прощения. Нет-нет, ни к чему об этом думать. Чудно. Когда деньги будут, дайте мне знать, и я привезу вам еду. Пока. Оу, пока. У меня для вас две новости. Давай начнём с плохой. Плохая новость, что хорошей новости нет. Мистер Эльф взял, да и увёз наш завтрак. И всё из-за того, что у нас нет денег. А зачем деньги? Я точно не знаю, Холли, но эльфы их очень любят. Может, ты сможешь починить зундук, папа? Он не сломан. В него просто нужно бросить монетку. Дайте-ка мне. В том-то и проблема. У нас нет монет. Ладно, а где добывают монетки? Моему папе платят монетами за работу. Правда? Папочка, а ты мог бы работать за деньги? Почему бы нет? Можно попробовать. А кем ты будешь работать, папа? Не знаю. Думаю, я хорош во всём. Я король. А, мудрый эльф. Я ищу работу. Ха-ха-ха. Как смешно, Ваше Величество. Нет, я не шучу. Нам очень нужна монетка. Ясно. Обычно в таких случаях нужно заглянуть в центр трудоустройства эльфов. Но так как вы... Нет, нет. Я не потерплю никаких исключений. Слушаюсь. Ваше имя? Король. Мистер Король. Ваша специальность? Король. Король. Навыки? Быть королём. Король сейчас не требуется. Нам нужен работник на фабрику или фермер или матрос. О, папа! Матрос лучше всего! Да, я люблю кататься на лодках. Ваше Величество, вам предстоит плавание на нашем новейшем корабле. Здесь король! Ура! Сегодня я не король. Я просто скромный матрос. Но нам нужен король для спуска на воду. Ну, так уж и быть. Побуду королём ещё чуть-чуть. Спустить корабль на воду! Ура! Теперь я снова скромный матрос. Ладно, тогда драй палубу. Есть! Ты отлично справляешься, пап! Это скучно. А почему бы нам не ускорить процесс? Волшебство? Эльфы этого не любят. Вот что. Давай-ка меняться. Слушаюсь, Ваше Величество. Так-то лучше. Вот веселье. Браво, руля! Браво, это где? Разве нельзя просто показать пальцем? Вы врезались! Накинуть корабль! Ваше Величество! Как идёт работа! Прекрасно! Только корабль был непрочным. У вас нет ещё одного? Возможно, вы просто не созданы, чтобы быть моряком. Холли, где ещё мне предлагали поработать? На фабрике игрушек. Это будет весело! Король идёт! Ура! Сегодня я не король, а лишь скромный работник фабрики. Как все вы. Но король должен осмотреть игрушки. Так и быть. Побуду ещё чуть-чуть королём. Прекрасно. Всё. Теперь я снова скромный работник фабрики. Что мне делать? Нажмите кнопку, и появится масса. А нет ли у вас работы по интересе? Делать игрушки? Нет, нет, Ваше Величество. Раскрашивать? Боюсь, что нет. Упаковывать? Нет. Ваша забота только кнопка. Молодец, папулечка! Кажется, я уловил, в чём здесь суть. Не так быстро, папочка! Что? Быстрее? Хорошо! Как идёт работа, Ваше Величество? Подобно, луна! Похоже, что работа на фабрике не для вас, Ваше Величество. Что там ещё было в списке? Работа на ферме, папочка! Король прибыл открыть праздник урожая! Ура! Я сегодня не король, а всего лишь скромный фермер. Но ведь сегодня праздник. Делу время по тихий час. Все слышали. За работу! Начнём. Что мне делать? Нужно полить тыкву, чтобы она выросла большой. Она не растёт. Придётся немного подождать, король. Я думаю, пару недель. Хм. Волшебство может ускорить процесс. Нет, папа! Пусть себе растёт. Ух ты! Какая большая тыкв. И она растёт! Всё больше и больше! Тыкву вот-вот взорвётся. Что ж, пожалуй, сегодня я поработал совсем неплохо. Сколько монет я заработал? За труд матроса всего одну монету. Но за потопленный корабль мы её заберём. За работу на фабрике монета опять ваша. Но за утиный потоп мы её заберём. И за работу на ферме держите одну монету. Но за ужасный тыквенный взрыв мы её заберём. Но мне нужна монета. Что ж, придётся мне завтра опять прийти на работу. А-а-а! Возьмите монету. Только не возвращайтесь никогда. Моя монета! Я её сегодня заработал. Ой, молодец, мой дорогой. Бросаем её в наш волшебный сундук. Сундук готовит попкорн. Он полон монет. И мы богачи! Ура! Молодец, папа! Ты прекрасно поработал. Это так. Ну, я пошёл. Не хочу опаздывать. Куда ты идёшь, папа? На работу. Я решил работать в две смены. Но у нас теперь есть деньги. Работа – это не только деньги. Я нужен эльфам. Ваше величество, вы нужны нам. Видишь? Нужны нам королём, как прежде. Нет, это не работа. Я хочу быть полезным. По-моему, короли полезны. А то кто же спустит корабль на воду? Точно! Ты спустил корабль на воду. Правда, потом ты его утопил. В фабрике король нужен, чтобы проверять игрушки. И самое главное, король открывает праздник урожая. Ясно. В таком случае давайте начнём праздник. Ура! Всё же я создан, чтобы быть королём. Да! Это твоё второе призвание. Вот так? А какое же первое призвание? Быть папочкой. Супергерой! Всем привет! Привет, Бен! Я не Бен. А кто же ты? Моё обычное имя Бен. Но когда я надеваю костюм супергероя, я становлюсь эльфменом. А чем эльфик занимается? Эльфмен! Он может бегать. И прыгать. И летать. Разве так летают? Вот как надо. Но я могу летать в эльфмобиле. Ребята, да это же наш гастон. Нет, это эльфмобиль. Нет равных эльфмобилю на суше, воде и в небе. Мы тоже будем супергероями. Да! Я буду волшебницей. Я буду капитаном Крейзи. А я стану самым сильным в мире. И мы все будем совершать подвиги и помогать людям. Стойте! Но все не могут быть хорошими. Кто-то должен быть плохишом. Кем-кем? Придумал! Супер-злодеем! Можно я буду супер-злодеем? Ладно, Стробери. А я буду помогать людям? Нет, ты попытаешься захватить мир. Весь мир? Ну, для начала попробуем маленькое королевство. А мы должны будем остановить тебя. Хорошо. Тогда я буду снежной королевой. Снежная королева Строубри. Свежие Строубри. Снежная, а не свежая. А-а-а! У супер-злодея должны быть помощники. И ими станем мы. Итак, эльфмен и волшебница против снежной королевы Стробери и ее помощников. Хе-хе-хе-хе. Добро победит зло. Злодеи победят. Нет, добро победит. В эльфмобиль. Вперед, волшебница! Делай, что хочешь, мы не болимся. Ладно, волшебница, пока. Я снежная королева. Кажется, мне тут слишком жарко. Как холодно! Да, ведь я снежная королева. Прости. Боже мой, какой холод. Да, это в разгар лета. Странно. Очень-очень странно. Здесь похолодало. Готова спорить, это проделки снежной королевы. Да, летим в эльф-пещеру. Это же норка Гастона. Да, но сегодня это эльф-пещера. Вот мой эльф-компьютер, я сам его создал. Это просто картонная коробка. Ага, так я и думал. Снежная королева Стробери хочет всех заморозить. Но как ты это узнал? На экране ничего нет. Он не настоящий. Подыграй мне, Холли. А, да? Конечно, компьютер не настоящий. Он не может работать. Ого! Ха-ха-ха! Это я, снежная королева. Как дела, эльфик? Эльф-мен! И как ты это сделала? Это же не компьютер, а просто коробка. Я могу всё, что угодно. Это я всё заморозила. Ха! Знаешь, не так уж тут и холодно. Да! Нам даже варежки не нужны. Ха! Правда? Могу сделать похолоднее, если хотите. Делай, что хочешь. Тебе не одолеть эльф-мена и волшебницу. Ну, я вам покажу. Ха-ха-ха-ха! Бен, пора обедать. Ой, мне пора. У нас сегодня пицца на обед. Пицца? А можно с тобой? Да, можно? Хорошо. Ладно, приглашаю всех на пиццу. Вот ты где. Я уже начала волноваться. Погода испортилась. Мам, мои друзья у нас пообедают сегодня. Можно? Ну да, конечно. Мы все супергерои. И суперзлодеи. Ха-ха-ха-ха! Чудно. Кому-нибудь пиццы? Да, мне! Ха-ха-ха! Нет времени на отдых. Мне ещё нужно захватить мир. А мы с Беном должны мир спасти. Понятно. Для этого нужно как следует подкрепиться. А как лучше всего захватить мир? Ты же снежная королева. Ты можешь вызвать снег. Да, так и сделаю. Спасибо, волшебница. Сперёд! Продолжим играть. Мы пойдём в тайное укрытие. И мы тоже. Пока! Пока! Ладно. Теперь я вызову снег. Снег! 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 Ха-ха! Ещё и снег пошёл в июле. Ну, это же просто нелепо. Мудрый старель! Мудрый старель! Вы должны взглянуть на это. Да? Что такое? Идёмте со мной. Я вам покажу. А нам далеко ещё? Я замёрзла. Прибыли. Видите? Да как же это? Где это мы? На самой границе маленького королевства. И здесь же граница снега. Видите? Снег! Нет снега! Снег! Нет снега! Снег! Да, спасибо, миссис Эльф. Мы уже поняли. Нет снега! Что может быть причиной такого странного снега? Это магия! Магия! Бьюсь об заклад своей бородой. Это проделки няни плам. Няня плам, что бы вы там ни делали, прекратите! Что? Стирку? Нет, снег! Но это не я. Да ладно вам, няня, это всегда вы. Ну, обычно это я, но не сегодня. Но чьи же это проказы? Может, это суперзлодей? Не смешите меня, няня плам. И что же здесь смешного? Все знают, суперзлодеев не существует. А как насчет супергероев? Их тоже не бывает. Это все чепуха. Тогда что это такое? Это символ супергероев прямо в небе. Он приведет нас к супергероям. Теперь, если кому-то понадобится помощь, они легко смогут найти Эльф пещеру. Серьезно? Люди в самом деле ждут нашей помощи? Вообще-то нет. Это просто игра. Страждущие не станут стучать в эту дверь. Что? Привет! Есть кто-нибудь? Это мой папа. Есть кто дома? Это ведь нора Гастона, да? Может быть, супергерои живут здесь же? Да я больше глупости в своей жизни не слыхал. Привет! Это Эльфмен и Волшебница. Мы супергерои. Ну, что я говорила? Эльфмен? Что за Эльфмен? Можно войти? Нет! Наши настоящие имена должны остаться тайной. Вы можете помочь нам? Все маленькое королевство занеслось снегом. Да! Это происки снежной королевы. Она же суперзлодей. Видите? Суперзлодей. Ладно, ладно. Доверьтесь Эльфмену и Волшебнице. Мы обо всем позаботимся. Спасибо, Эльфик. Ой, я Эльфмен. Нужно найти, где скрывается Стробери и остановить этот снегопад. А-ха-ха-ха! Маленькое королевство превратилось в царство холода. Бр-р-р-р, даже внутри. Да, у меня уже все отмерзло сидеть на этом ледяном троне. Стробери, а может лучше тебе стать солнечной королевой? Теперь уже поздно. Я снежная королева Стробери. Ха-ха-ха-ха! Тайное убежище Стробери должно быть где-то рядом. Нужно искать что-то похожее на место, в котором могла бы жить злая снежная королева. Э-э-э, например, такое? Ого, ледяной дворец! Это получше! В пещеры согласен? Вовсе нет! Пыль в глаза пускают! О-ха-ха-ха! Рано радуешься, снежная королева! Ты зачем пожаловал, эльфик? Я эльфмен! Я пришел остановить тебя! Никто меня не остановит! Я снежная королева! Как холодно! Стробери! Взрослые ужасно разозлились из-за этого мороза и снега! Да ладно, правда? Да! Меня накажут! Никого из нас не накажут, но это конец игре! Ладно, я победила? Нет, победила добро! Так нечестно! Вы в ледяном плену! Ладно, ты выиграла! Ура! Наконец-то я могу сойти с ледяного трона! До костей промерзла! Как хорошо солнце выглянуло! Маленькое королевство в безопасности! И все это благодаря эльфмену и волшебнице! Если бы только знали их настоящие имена! Но мы не узнаем! Король Фисал завалил! Папа, ты жду все наши карты! Я не дорожно, Холли! Я очень болен! У тебя обыкновенная простуда! Нет, это не простуда! Это куда серьезней! Папа разворчался! Папа всегда ворчит, когда болен! Ты могла бы немножко поворожить, чтобы мне стало легче! Дорогой, ты же знаешь, что магия лечит все, кроме обычной простуды! Это не обычная простуда! Это что-то серьезное, что можно вылечить! Хорошо, хорошо, я использую магию! Абра-кадабра! Теперь я чихаю, и у меня дабрыч заложен доз! Я же говорила, что магия не сработает! Может, стоит обратиться к доктору? Это доктор Эльф? Да! Король заболел! Он чихает и заложен нос! Я знаю, но он думает, что это серьезно! Спасибо, пока! Лежи в постели, дорогой, и жди доктора! Угу! Ваше Величество, доктор пришел! Это всего лишь старый, будрый эльф! Я не просто старый, мудрый эльф! Я также и дипломированный доктор! Я не сдал! Что ж, доктор, я не здоров! Я чихаю, бойдос заложен, а голова очень болит! Понятно! Пожалуйста, откройте рот и покажите язык! А-а-а-а! Посмотрите наверх и вниз! Пожевелите ногами! М-м-м! Помашите руками, как крыльями, и свистните! Любопытно! Доконец-то! Полное медицинское обследование у дипломированного доктора! Ваша болезнь имеет название! Острый вирусный назальный фаренгейт! Ага! Слышали? Это и впрямь опасно! Другими словами, обыкновенная простуда! И это всё? Ещё повышенная ворчливость! Так, доктор, вы можете мне побочь? Дайте посмотреть, что у меня есть! А, это должно подойти! Какая-нибудь гадость? Правильно сказать, это не очень вкусно! Я отказываюсь! Папа, все должны пить лекарства, когда болеют! О-о-о! Очень интересно! Этого я никак не ожидал! Хотя, здесь так и написано, микстура для кашля! У меня есть рецепты от всех болезней! Обыкновенных и не очень! От отёка рук, ушного зуда, волосатых зубов, вонючих носов, облысения! О-о-о! Вот и она, обычная простуда! Осталось только собрать все ингредиенты! Можно мы поможем, няня Плам? Конечно! Э-э, няня Плам, из чего состоит твоё лекарство? О-о-о! Там черничный сок, лимон, сахар и ещё кое-что! Няня Плам, а что нам ещё понадобится? Посмотрим! Капля росы с паутины! О-о-о! Слизь слизняка! Э-э! И унро де гранвий! Что это? Жабья отрыжка! Э-э! Ты никогда не заставишь папу выпить это! Хе-хе-хе! О, нет! Я настоятельно не рекомендую кому бы то ни было это пить! Это раствор, которым мы будем натирать ему ноги! О-о-о! Так, сначала нам нужно найти каплю росы из паутины! Смотрите, капля росы! Стой, Холли! Это очень опасно, летать в присутствии паука! Почему, няня? У нас почти такие же крылышки, как и у мух! А пауки питаются мухами! Питаются? Хе-хе-хе! Тш-ш! Да! Такие уж у пауков вкусы! Вы любите мороженое, а пауки любят мух! У них резкий запах изо рта! А, простите, господин паук! Вы позволите нам снять капельку росы с вашей славной паутинки! Мы хотим сделать лекарство для короля! Хе-хе-хе! Господин паук согласен! Я принесу каплю, няня! Эльфы очень хорошо лазают! А я же настоящий эльф! А-а-а! Хе-хе-хе! Ура! Молодец! Теперь нам нужно найти слезняка! Вот слезняк! Холли, может быть, ты попросишь на сей раз? Только советую кричать погромче, так как слезняки слышат не очень хорошо! Почему так, няня? Просто у них нет ушей! Можно немного слизи земли собрать! Мы не имеем права собирать чужую слизь, не спросив разрешения! Это невежливо! Здравствуйте, мистер слезняк! Громче! Привет! Э-э-э, мой папа, король, заболел! Нам очень нужна слизь, чтобы сделать лекарство! Можно мы соберем немного в эту банку, мистер? Кажется, он сказал да! Хе-хе-хе! Хе-хе! Давай! Господин слезняк, спасибо вам огромное! Молодец, Холли! Проверим по списку капля росы! Здесь, няня-плам! А слизь? Здесь, няня-плам! Так, еще нам нужна отрыжка! А это самое сложное! Вон жаба, няня! О-о-о! Доброе утро, мистер жаба! Вас не затруднит рыгнуть в эту банку! Расслабьтесь, вот так! Ох, у нас мало времени! Чтобы младенец рыгнул, его гладят по спине! Ладно, я поглажу ее по спине! Кажется, я что-то слышу! А-а-а! Ура! Возвращаемся! Так, давайте смешаем ингредиенты! Черника, сахар, лимон, роса, чуть слизи и еще немного отрыжки! А сейчас волшебные слова! Сахар, роса, черника, жабья, отрыжка, слизь и слизняка! О-о-о! Вкус у этой смеси будет просто ужасный! Нет, Бен! Ты забыл! Этот раствор нужен для того, чтобы натирать им ноги, а не чтобы пить! Никто не станет это пить! Боже, жуткий запах! А-а-а! Фу! А на вкус и того ужасней! Папа, но ты не должен был это пить! Этим надо было ноги натереть! Что? Интересно, что будет дальше? Посмотрим, что тут сказано. Э-э-э, ты-та-та-та-та! О, боже! Что такое? Я сглупила! Все-таки это лекарство не от простуды! А ну, от облысения! А-а-а-а! Должна сказать, ваше величество, длинные волосы вам очень идут кажется простуда прошла кажется я заразилась бедная няня план теперь я возьму на себя все заботы о твоем выздоровлении конечно можно вместе веселее это вовсе не обязательно ваше величество ошибаюсь